Сегодня я расскажу о новом супероружии из мира фантастики, которое стало реальным. Луч смерти. Этот устрашающий лазер способен нанести поражение практически любой цели. В 2017-м на вооружении армии России появилось фантастическое оружие. Пересвет разработано на совершенно новых физических принципах. Как сообщают эксперты, пересвет способен уничтожать спутники врага на высоте до 3 футов. Поразительная мощь. Российский гиперболоид особенно эффективен против армии неприятельских дронов. Мы создали лазерную пушку «Пересвет», которая вырубает электронику и оптику беспилотников, делая их слепыми, заявил ранее военный обозреватель Виктор Баранец. Но до сих пор источник его энергии хранится в секрете. Огромным плюсом таких средств борьбы с беспилотниками является неограниченный запас энергии. Нужно лишь питание. Транспортировка лазерного комплекса. Пересвет не вызывает абсолютно никаких проблем и сложностей. Лазер перемещается в автомобильных фургонах. Сам фургон оснащен источником энергии высокой мощности. В разработке гиперболоида участвовали лучшие военные инженеры России. Работа над ним проводилась в ядерном центре в Сарове. Главная цель лазерной установки – защищать объекты стратегического значения. Оказалось, «Пересвет» не предназначен для использования в бою. Так что те самые эпические бои из «Звездных войн» остаются пока фантазией режиссера. Все-таки разящий лазер России по характеристикам превосходит все известные виды оружия. «Пересвет» прошел успешное испытание в ходе военной операции в Сирии. Гиперболоидами вооружились не менее пяти формирований ракетных войск РФ в пределах от 20 до 155 градусов. Но на этом достижении российские ученые не остановились. Недавно мир облетела новость о модернизации смертоносного «Пересвета». Лазерный комплекс «Задира» вышел на арену со значительно улучшенной системой наведения. Уничтожать «Задира» может беспилотники любого типа и даже те самые пресловутые квадрокоптеры. Это теперь вам не просто ослепляющий «Пересвет». «Задира» реально уничтожает, просто прожигает объекты насквозь. Использование этого лазерного комплекса в бою помогает сэкономить ценные ракеты. Но Россия недолго держала это оружейное первенство. В лазерный клуб вошли и Соединенные Штаты. В 2018-м американским инженерам удалось воссоздать российскую технологию. Боевой лазер «Хелиос» оснащен излучением мощностью до 60 кВт. Испытания были проведены незамедлительно. В МС США успешно сбили тестовый беспилотник. Эпоха лазерных противостояний. Теперь наша действительность. Уже реальность. Когда-то мы могли лишь догадываться о войне с роботами. Но теперь применение боевых дронов происходит у нас на глазах. Последнее изобретение ученых России – это дроны-камикадзе с самонаведением «Русак» и «Тювик». Был совершен настоящий научный прорыв. Оператор теперь только задает дрону финальную цель, а достигает и поражает он ее теперь сам. Эффективность новой модели не зависит от рельефа местности. Это помогает оператору быстрее завершить миссию и уйти незамеченным. Эти дроны значительно превосходят по боевым показателям беспилотники своих противников. Дальность полета «Русака» достигает 6 миль, скорость – 93 мили в час, а полет длится 10 минут. У «Тювика» дальность полета составляет уже 19 миль, скорость – 112 миль в час, а максимальное время в воздухе – 20 минут. Кажется, они практически неуязвимы. Если вы думаете, что боевые квадрокоптеры – это последнее слово техники, вы упустили шокирующие новинки военной инженерии. В далеком 2005-м боевик «Стелс» казался чем-то из области фантастики. Но вы только посмотрите, чего достигли американские военные технологии. В 2007-м США выпустили настоящий «Стелс» – MQ-9A Reaper или «Жнец». Этот дрон может находиться в воздухе около 30 часов. Его максимальная скорость – 230 миль в час. Немыслимо. В стандартных боевых условиях высота полета обычно не превышает 20 606 футов. В разведывательных миссиях «Жнец» способен подниматься на высоту свыше 46 тысяч футов. Он практически невидимка. «Жнец» уже прошел нелегкие испытания в бою. Дрон принимал активное участие в операциях США в Афганистане. К началу марта 2008 года «Жнецы» совершили 16 успешных атак с применением бомб и ракет Hellfire. А во время боев в Сирии «Жнец» был сбит российскими войсками. Умное оружие в... Войны без людей? Да, это уже наша реальность. Искусственный интеллект уже способен менять ход военных операций, управлять дронами, собирать разведанные и даже самостоятельно выбирать цели для атаки. Известно даже об изменении тактических задач ИИИ в современных военных конфликтах в Израиле и на Украине. Как такое возможно? Искусственный интеллект даже способен выполнять функции командира. Например, украинскими подразделениями уже командует машинный разум. Правда, закончилось это весьма печально. Из-за ошибки системы украинский взвод под началом офицера с позывным «Серый» наткнулся на окопы российской армии. Очевидно, эта технология еще нуждается в доработке. Наконец, армия обороны Израиля также использует ИИ. Цифровой разум помогает командованию в определении основных целей для обеспечения быстрого темпа операций. Но ученые в один голос утверждают, искусственный интеллект не должен оставаться без человеческой проверки. Кто знает? Может быть, грядет восстание машин? Робопес Китай не отстает от всемирной гонки вооружений. Год назад на учениях с Камбоджей китайцы представили четвероногих разведчиков и штурмовиков. Нет, это не братья наши меньшие. Теперь лучшим другом китайского солдата стал железный пес. Четырехлапый робот способен ходить на настоящую разведку. Для этого он оснащен специальной видеокамерой. Вес этого железного разведчика 33 фунта, а зарядки хватает почти на 4 часа. При этом он быстрый и не ограничен в движениях. И даже выполняет команду лежать. Другой робот-собака способен еще и стрелять. За хозяина и двор стреляю в упор. Пес снаряжен автоматической винтовкой. Вес этой собаки теперь составляет 110 фунтов. Китайцы планируют применять робот-собак не только для разведки, но и для штурма зданий. Роботу можно поручить самую опасную часть штурма. Заходить в здание первыми, встречая противника огнем из винтовки. На видео китайцы показали главное устрашающее оружие. Собаки-огнеметы и собаки РПГ. Новый кошмар стран всего мира. Как можно было собрать такое? Эти безжалостные убийцы вооружены противотанковыми ракетными комплексами и лазерными целеуказателями и даже огнеметами. Получается, такие собаки могут устраивать диверсии. Теперь поджог лесов и стратегических объектов будет на их совести. В 2020-м ВВС США также продемонстрировали своих роботов-собак. Четвероногие успешно провели разведку. Но на видео смущает странное гудение этого пса. Как же он может остаться незамеченным? Не беда. Любые неполадки – это повод к совершенствованию. Китайские роботы-собаки против американских рободогов. Кто победит? Пишите в комментариях. Железный человек. Экзоскелет – это будущее пехоты, провозглашают военные эксперты. Недавно был создан по-настоящему рабочий экзоскелет. Его вес около 24 фунтов. Но главное преимущество – это так называемая третья рука. Она облегчает военнослужащему переноску и ведение огня из пулемета. Этакая рука-базука. Такое дополнение к снаряжению значительно облегчает нагрузку на организм солдата, а также является броней. Эпоха средневековых рыцарей возвращается. Но русские рыцари не ограничены в движении, в отличие от рыцарей в латах. Сегодня постепенно идет процесс внедрения экзоскелета в ряды саперов и пехотинцев армии России. В США созданием доспехов для солдат занялись гораздо раньше. Уже в 2018-м военные Соединенных Штатов испытали экзоскелет «Оникс» для нижних конечностей. На видео видно, насколько свободно двигается солдат. Ну что сказать, качество. Хорошо проделанная работа – залог успеха на войне. Устройство облегчает нагрузку и помогает солдатам преодолевать значительные расстояния. Да, такой экипировке можно только позавидовать. Преимущество экзоскелета – его автономность. Эта броня самостоятельно приспосабливается к движениям солдата. Экзоскелет также учитывает особенности местности и тяжесть груза военного. Вес конструкции составляет 13 фунтов, а время работы – 8 часов. Одним словом, последнее слово техники. Звезда смерти. Полет фантазии режиссера стал реальностью? Боюсь, следующий факт заставит вас бояться китайцев еще больше. Ученым из Поднебесной удалось создать ту самую устрашающую станцию Галактической Империи. Это мощное микроволновое оружие состоит из 7 передающих платформ на западе Китая. Теперь внимание! Система может эффективно подавлять сигналы от американских GPS и других спутников. Китайское оружие излучает сильнейшие микроволны. Затем они объединяются в мощный энергетический луч для поражения одной цели. Это достигается благодаря технологии сверхточной синхронизации. Этой разработкой китайцы хорошо себя обезопасили. Теперь с Китаем лучше не шутить, а то без связи останешься. Быстрее звука. Кто не слышал о ракете «Орешник»? Российские ученые научились преодолевать скорость звука. Скорость ракеты. «Орешник» превышает скорость звука в целых 10 раз. Это невероятно быстро, примерно 2 мили в секунду. Другими словами, современными ПВО и про перехват ракеты «Орешник» исключен. Гиперзвуковым оружием обладает также и Иран. Ракета «Фатах-1» развивает скорость до 9300 миль в час. Это в 12 раз быстрее звука. Иранские власти провели испытания своего детища в войне с Израилем. Не отстают и США. Штаты создали собственную гиперзвуковую ракету с устрашающим названием «Дарк Игл». Ее скорость – 3800 миль в час. Ракета успешно прошла испытания «Нет войне!» Заткнем рот пацифистам булочкой. Защищать границы своей страны – дело святое. А вы что думаете? Чат для армейских баек и истории объявляю открытым. Занять высоту? Атака из космоса? И это не инопланетное вторжение. Военные эксперты утверждают, Россия наверняка имеет вооружение в космосе. Высока вероятность шантажа, доминирующей в космосе, страны. И это не инопланетное вторжение. Военные эксперты утверждают, Россия наверняка имеет вооружение в космосе. Высока вероятность шантажа, доминирующей в космосе, страны. Это вызывает опасения в мировом сообществе. Но вся информация, к сожалению, составляет военную тайну. Но еще в конце ноября 2020-го в Иране был убит физик-ядерщик Мохсен Фахризади. Этот ученый был активно вовлечен в разработку военной ядерной программы страны и возглавлял работы по созданию ядерных боеголовок. Его внезапная смерть вызвала всеобщее недоумение. Как сообщает телеканал Al-Alam, ученого убили с помощью оружия, управляемого через спутник. Кажется, теперь я не смогу спать спокойно. Умный пистолет. Пистолет отныне – всецело частная собственность. Американская компания BioFire представила первое в мире оружие с биометрией. Невероятно! Этот пистолет активируется только при использовании авторизованным пользователем. Он оборудован технологиями распознавания лица и отпечатков пальцев. Его главное назначение – самооборона и защита имущества. Теперь владельцев такого оружия не подставить. Да и детям не страшна такая игрушка. Прогресс и только. Пистолет успешно прошел тестирование и имеет надежный аккумулятор. Цена кусается 1500 долларов. Это намного дороже цены обычного пистолета. Потребителей это не смущает. Все экземпляры давно проданы на сайте. Безопасность, друзья мои, безопасность. Скупаем следующий выпуск и без страха заходим в темные подворотни. Кровь из ушей. Музыкой можно пытать, не так ли? Ученые давно взяли это на заметку. В целях разгона демонстрантов, захвата территории врага и просто для устрашения акустическое оружие активно применяется сегодня. Экран этих акустических пушек издает особенно громкие и резкие звуки. Акустическая волна превышает болевой порог в несколько раз. Если подойти близко, можно лишиться слуха. Выбор пыточных звуков весьма широк. Вспомните самые бесящие звуки. О да, это тот самый скрежет мела по школьной доске или крик ребенка в прокрутке назад. Представьте себе, в Ираке мятежников в течение длительного времени разгоняли громкой музыкой. Такое себе оружие на демонстрантов. Акустические пушки применяли и в Израиле. Полиция разгоняла толпы недовольных шумовыми посланиями в Западной Иордании. В США акустическое оружие применили во время пресечения беспорядков в Фергюсоне. В августе 2014-го полицейские использовали звуковую пушку «Хаммер». Она способна генерировать акустическое давление мощностью до 140 дБ. Ох, и наделали они шума. В 2007-м американские военные применили звуковую пушку против Ирака, а грузинские полицейские оглушили недовольных в Тбилиси. Во время разгона недавнего митинга в Белграде власти тоже использовали нечто подобное. Акустическое оружие применяется не только для защиты государства. Например, 5 ноября 2005-го года круизный лайнер Seaborn Spirit применил душераздирающие звуки против сомалийских пиратов. На лайнере включили дальнодействующее акустическое устройство LRAD с адским шумом. Так, несколькими звуковыми залпами моряки заставили бездельников повернуть свои лодки вспять. Следующий уровень акустического оружия — это инфразвуковые пушки. Колебания от них преодолевают большие расстояния и преграды. Результат — внезапный приступ паники и ухудшение самочувствия. Вот что называется «война без крови». Пришел. Увидел. Победил.